И, как обычно, время подошло к еженедельной десяти минутке общения с Майклом Бруком, начальником Бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий. Майкл, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я традиционно всем желаю здоровья и не попадать ни в какие неприятности. Тем не менее, я советую мой телефон носить с собой, как паралочку-выручалочку, как амулет от всех несчастья. Мой номер 718-256-5610. Майкл Брук, звоните в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я немедленно приду к вам на помощь и найду вам адвоката. Главный критерий, когда надо ко мне обращаться, если произошла какая-то травма. Если вы попали, например, в автомобильную аварию, упали на стройке где-то или просто споткнулись где-то на улице или в каком-то здании и получили какую-то травму, всегда имеет смысл немедленно позвонить мне и посоветоваться по телефону 718-256-5610. Майкл, ну как у нас обычно бывает, вас еще нет, а вопросы к вам уже есть. Вот тут позвонил один радиослушатель, у него такая необычная история. Он собирался переходить улицу по пешеходному переходу, посмотрел по сторонам и пошел. А водитель машины, которая ехала по улице, увидел его и остановился. А вот водитель другой машины решил, что первая остановилась без причины. Стал ее объезжать справа, но избил его. И вот радиослушатель, во-первых, очень расстроен от всего этого и интересуется, можно ли как-то наказать второго водителя. А во-вторых, он интересуется, а кто ему оплатит лечение, потому что у него нет никакой медицинской страховки. Подскажите, пожалуйста. Во-первых, в этой ситуации однозначно он виноват. Если ваше здоровье пострадало, в чем я не сомневаюсь, потому что когда машина сбивает человека, здоровье, в принципе, всегда страдает в достаточно серьезной степени. В этой ситуации я, конечно, дам вам адвоката. Он начнет судить этого водителя. Собственно, это и будет для него главным наказанием, потому что у него обязательно поднимется страховка в результате этого. И на его правах будут висеть такие специальные пойнты, которые нельзя даже снять никакой лекции и которые висят 39 месяцев, то есть 3 года. Это и является главным наказанием. Уголовные дела возбуждают только если во время аварии человек погиб или что-то похожее. А так это только административное дело. Но в материальном плане, конечно, виновник будет наказан. А что касается вот вас, то мой адвокат, я не сомневаюсь, получит для вас достаточно большую компенсацию в соответствии, конечно, с вашим диагнозом. Кроме того, он обеспечит, чтобы у вас была оплата всего вашего лечения тоже за счет страховки виновника. По законам штата Нью-Йорк, первичным является, когда машина сбивает пешехода, страховка виновника на оплату лечения. В штате Нью-Джерси там немножко по-другому. И на лечение дается и в том и в другом штате 50 тысяч долларов. В страховом полюсе водителя есть целых два пункта, то есть как бы два подполюса. Один, который оплачивает ущерб, нанесенный вашему здоровью, а второй, который оплачивает ваше лечение в штате Нью-Йорк. В штате Нью-Джерси там оплачивает ваша страховка вашей машины, если у вас есть машина, несмотря на то, что вы были пешеходом. А потом они уже сами получают с виновника. В Нью-Йорке напрямую. Я потом в какой-нибудь передаче более подробно это расскажу. Приведу такой пример. Ко мне обратился человек с очень похожей ситуацией. Он тоже шел, и один водитель остановился, чтобы пропускать его, а другой слева стал обгонять его и сбил. То есть ни пешеход, ни этот водитель-нарушитель друг друга не видели. Естественно, виноват водитель, потому что он сбил пешехода на пешеходном переходе. Он вообще не должен был никого обгонять. Должен был спокойно остановиться следом за той машиной и выяснять, в чем причина остановки. Но вот у нас такие нервные водители попадаются. Естественно, мой адвокат его судил. Там были достаточно серьезные травмы у пешехода. У него был перелом руки. И мой адвокат получил максимум. Повезло, потому что у него была довольно большая страховка. Это был коммерческий полюс. И машина была зарегистрирована компанией. У него была вот эта коммерческая страховка. Поэтому он ни много ни мало, полмиллиона получил с его страховки. Плюс потом другие компании не хотели этого человека страховать. И у него страховка просто поднялась до небес. Он каждый месяц потом платил почти на 10 тысяч больше за свою коммерческую страховку. Так что он был достаточно серьезно за это нарушение наказан. И я считаю совершенно справедливо. Так что если что-то подобное происходит, то звоните мне по такому номеру 718-256-5610. 718-256-5610. Запишите свой мобильный и всегда носите с собой. Спасибо за, как всегда, полный и убедительный ответ. А вот о чем вас хочет спросить Юрий. Юрий, пожалуйста. Майкл, со мной вот какая история произошла. Я шел через дорогу по пешеходному переходу. А в это время машина уже была на пешеходном переходе. И она ехала. И я в нее как бы врезался сам. То есть она не останавливалась, она ехала. А я шел. И я просто не ожидал, что эта машина будет ехать. И я в нее ударился. От удара я отлетел назад, упал, ушибся очень сильно. У меня теперь все тело болит. Но вопрос такой. Можно ли в такой ситуации начать дело? Если как бы я сам в нее и врезался, получается. Все равно считается, что машина вас сбила. Неважно, она вас ударила боком или передом. Но она все равно вас ударила. Водитель ни при каких обстоятельствах не должен ехать, если он видит, что пешеход только наступил на пешеходный переход. Или только даже собирается наступить. Даже если он стоит еще на краю тротуара и вот только ногу занес. Все. Водитель должен остановиться и его пропускать. Так что в данной ситуации это однозначно вина этого водителя. И, соответственно, адвокат, которого я вам дам, будет его судить. И получит деньги с его страховки. Кроме того, он правильно оформит оплату вашего лечения, чтобы у вас все лечение было покрыто до 50 тысяч долларов. Чего, я надеюсь, хватит. Так что если что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне. По телефону 718-256-5610. 718-256-5610. Я приведу такой пример. Ко мне обратился парень, который ехал по пешеходному переходу на роликах. А там тоже быстро неслась машина, не сбавляя скорости. И он в нее прямо на этих роликах въехал. И вот тоже задавал аналогичный вопрос, как вы. Я, говорит, въехал же в машину. Но водитель мне сказал, что типа я сам и виноват. А на самом деле, конечно, виноват водитель. Он обязан был остановиться, как только увидел какое-то движение, связанное с пешеходным переходом. Хоть этот водитель потом и пытался оправдаться, что человек на роликах слишком быстро передвигался, он не успел остановиться. Все равно мой адвокат доказал, что большая часть вины на водителе. И парень на роликах практически не виноват. А у него был перелом при плече и плеча. И мой адвокат получил тоже для него полный страховой полюс, который составил 100 тысяч долларов. Это была максимальная сумма, которую можно было получить. И он ее всю целиком получил. Так что, если что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. 718-256-5610. Запишите свой мобильный с пометкой Michael Brook и всегда носите с собой. Если вдруг не нашли, то на интернете в любом месте набираете michaelbrook.com. Все одним словом. Брук пишется B-R-O-O-K. И там есть все мои координаты. Можете сохранить иконку на своем телефоне и даже посылать сообщение прямо с моего сайта. Спасибо от имени Юрия. И у нас есть время, чтобы выслушать Раису. Раиса, милости просим. Майкл, здравствуйте. У меня такой вопрос. Я упала на заезде на парковку, где мы живем. Там такая ямка в асфальте. Я ее не заметила. Зацепилась каблуком и полетела. Разбила себе лицо и очень сильно распухла рука. Могу ли я, во-первых, каким-то образом получить оплату лечения? И, во-вторых, могу ли я кого-то за это осудить? Будет ли это дело против города или нет? Объясните, пожалуйста. Во-первых, дело будет, скорее всего, не против города, если только это само здание городу не принадлежит, а против страховки этого здания. Потому что любой заезд или драйвей, как говорят по-английски, это всегда частная территория. Если яма находится на тротуаре, то это, скорее всего, город. А если яма находится на каком-то драйвее или заезде, допустим, как в вашей ситуации, заезд на парковку, то эта территория всегда принадлежит зданию. Отвечает за любой заезд владелец здания. Так что в данном случае, если здание частное, то и страховка будет частная. И это очень хорошо в том плане, что когда судишь город, то надо доказать, что если есть ямка или дефект, то надо доказать, что город про этот дефект знал заранее. А в данной ситуации этого доказывать не надо. Соответственно, проще и быстрее можно получить деньги. И я дам адвоката, который специализируется на таких делах и получит для вас достаточно большую сумму денег. У меня был похожий случай, когда человек шел, упал тоже на заезде, который был на территорию, где строился новый дом. И на этом заезде была яма. Он об нее споткнулся, тоже упал, и сломал себе ключицу и плечо, и много там еще других травм. Мой адвокат сумел получить для него четверть миллиона, 250 тысяч, со страховки этого строящегося здания. Так что, если что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610, 718-256-5610. Запишите свой мобильный и всегда носите с собой. Michael Brook 718-256-5610. Или на интернете в любом месте michaelbrook.com, и там есть все мои координаты. В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований, несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610-256-5610. Продолжение следует...